Здравствуйте, меня зовут Смурова Анастасия, я директор издательства «Городец». Нашему издательству в этом году исполняется 25 лет. И хочу сказать, что к нашему юбилею у нас вышло достаточно много книг, в том числе и детские. Детские книжки у нас очень красивые, они классные. Как правило, это книги переводные, которые уже завоевали любовь читателей по всему миру. Еще книги представлены у нас в двух сериях. Это серия «Нордбук», книги скандинавских авторов и серия «Ласка пресс», где преимущественно авторы итальянские. Еще об одной книге я хочу рассказать отдельно. Эта книга у нас вышла вне серии, книга называется «Снег». Ее автор Ирина Лейк, автор как детских, так и взрослых книг. Но еще Ирина известна тем, что она перевела с голландского и фламандского на русский 59 книг. Ирина написала маленькую, но очень нежную историю про снег, проиллюстрировала все это величайшая современная художница Галя Зинько. Издать книжку с иллюстрациями Галя Зинько – это большая издательская удача. Я немножко покажу несколько разворотов. Хочу сказать, что это наша первая книга с Галей, но далеко не последняя. Именно сейчас у нас в работе «Красная шапочка», и я надеюсь, что Галя станет нашим постоянным иллюстратором. А книжка про снег станет первой в серии из четырех книг, посвященной разным природным явлениям. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Елена Дорофеева. Я работаю в московском издательстве «Городец», являясь куратором серии скандинавской литературы «Нордбук». Я расскажу вам о лучших детских новинках нашей серии. Сначала мы поговорим о книгах исландских писателей. Исландия, по-исландски «Исланд» означает «страна льдов». Это остров, омываемый океанами, на котором живут всего 360 тысяч человек, что можно сравнить с населением небольшого района Москвы. Но эта маленькая страна во многом уникальна и своей природой, и удивительно красивой, порой и суровой. Здесь можно встретить вулканы, гейзеры, лавовые поля, северное сияние, а иногда, как пару недель назад, в Исландии даже случаются землетрясения. Эта страна уникальна своей культурой. Исландцам удалось сохранить свой язык практически неизменившимся за несколько столетий. И поэтому современный житель Исландии может бессловарять, читать и понимать исландские саги, написанные около тысячи лет назад. Современная литература и детская литература Исландии очень разнообразны. Большой важной темой этой литературы является тема природы, хрупкости мира природы, необходимости и ответственности человека перед природой. Наверное, это связано с тем, что в Исландии очень мало крупных городов, их почти нет, и человек ощущает себя частью природы. Вторая очень важная тема – тема семьи, отношений с родителями, бабушками, дедушками, домашними питомцами. И в этой, на первый взгляд, абсолютно обыденной жизни происходит очень много интересного, необычного, веселого. Детские книги полны приключений, забавных историй и иногда и неожиданных происшествий. При этом в исландских детских книжках совершенно нет назидательности. Дети не чувствуют какого-то пиетета перед родителями, они чувствуют себя очень свободно. И родители уважают всегда мнение детей, даже если порой считают, что дети совершают ошибку. Я расскажу вам о серии детских книг известной исландской писательнице Кристин Хельги Гуннарс Доктер про девочку Фиасоль. Она невероятная фантазерка, иногда ее сравнивают и называют исландской пеппи-длинный чулок. Постоянно что-то придумывает, делая жизнь свою и своих близких чуть-чуть интереснее. Забавные истории про эту девочку с улицы Грайна-Люнд, городка Грайса-Байр. Ее родители, старших сестрах и любимых собачках Хансини и Янсини очень понравятся детям от 7 до 10 лет. Как вы уже поняли, в Исландии очень красивые имена и названия, хотя порой нам сложно их выговорить. Итак, первая книжка «Фиасоль во всей красе» начинает эту серию. Девочке здесь 7 лет, хотя начинается история с ее воспоминания об одном событии, когда ей было всего 4 годика. Уже тогда она чувствовала себя очень самостоятельной и однажды решила утром, пока все спали, прогуляться и совершить небольшое путешествие. «Фиасоль» предпочитает во всем выбирать свою дорогу в жизни. Иногда ей хочется одеваться только в одежде розового цвета, а иногда она решает вдруг записаться в секцию футбола или устроить благотворительный базар, чтобы все средства передать приюту для кошек. Но книга полна и неожиданных событий, и иногда печальных. Например, девочка может совершить ошибку, но мама предоставляет ей возможность все самой исправить. Книга прекрасно проиллюстрирована. Здесь черно-белые и забавные иллюстрации известного исландского художника Хальдаура Бальдерсона. Вот, например, такие иллюстрации. Вторая книжка серии называется «Фиасоль у себя в норке». Она знакомит читателя с новыми историями про девочку, которая не могла ей пяти минуту сидеть спокойно в школе. И однажды попыталась попробовать читать «Лёжа на парте». В этой книжке мы узнаем и о рождественских традициях Исландии, которые очень необычны для нас, о знаменитых рождественских троллях, например. В каждой книжке девочка становится чуть старше, а книжка чуть толще. В этой книжке девочке уже 8 лет. Вы узнаете о том, как она находит помощников по дому для своих родителей, как приглашает гигантов-коммерсантов финансово поддержать добрые дела и почти встречается с президентом Исландии, что в этой стране вполне возможно. Также Фиасоль со своей семьёй совершает путешествие в парк развлечений Тиволи и в Дании. И это, конечно, очень увлекательное и необычное приключение. Совсем недавно в нашем издательстве вышла уже четвёртая книга серии «Великолепная Фиасоль». Здесь девочке 9 лет. Из этой книги вы узнаете о том, чем закончилась долгожданная поездка в бассейн, как пережить фантастическое нападение пиратов, существуют ли на свете привидения и рождественские тролли, и каково это прожить целый день без техники. Очень интересный эпизод посвящён здесь опять же предрождественским событиям. В Исландии не один Дед Мороз, а целых 13. Каждый имеет своё имя и приходит в определённое время приносить детям подарки. А дети, которые не очень хорошо себя вели, могут получить вместо подарка какой-нибудь овощ, например, сырую картофелину. Однако в жизни ведь бывают не только праздники, и бывают и печальные события. Например, в этой книжке у Фиасоль заболевает и умирает её любимая собачка Хансина. Писательница Кристин Хельга Гундерс, доктор, очень известна, популярна в Исландии. Она автор не только детских книг, но и романов, и пьес, и книг для молодёжи. Она пять раз получала главную литературную награду страны, главную литературную премию. Но всё-таки самым популярным её произведением стала вот эта серия про Фиасоль, которая скоро станет телевизионным сериалом. А теперь я хочу рассказать вам ещё об одном исландском писателе. Его зовут Андрей Снайр-Магнасон. Он автор романов, пьес, поэтических сборников, книг как для взрослых, так и для детей. Его произведения, очень известные и не только в Исландии уже, но и в мире, переведены более чем на 30 языков. В издательстве Городец вышла вот такая замечательная книга «История голубой планеты». Эту книгу автор написал 20 лет назад для своего маленького сына. И совсем не думал о том, что она может стать интересной для детей других стран. Как рассказал автор в предисловии к русскому изданию, он мечтал написать серьёзную историю, в которой будет рассказано про весь мир. И вот идея автора и сама эта история нисколько не устарела и сегодня. На голубой планете, которая только кажется, что похожа на нашу Землю, на самом деле это фантастическая планета. На этой планете не было взрослых. Там жили одни дети. Они были абсолютно счастливы, делали всё, что им заблагорассудится. Но однажды на планету приземлился догадочный человек, смеховик, который обещал исполнить детям любое их желание. Жизнь на планете изменилась, и начали происходить настоящие чудеса. Но не только. Дети поняли, что за всё приходится платить. И эта история, которая началась как увлекательная сказка, превращается в серьёзную притчу с важными, серьёзными философскими вопросами. Книга ставит перед читателем такие вопросы. А почему нельзя всегда быть счастливым? А почему одним всё, а другим ничего? Что такое война? Хорошо ли, если все наши желания будут исполняться? Мне кажется, что эта книга доставит большое удовольствие не только детям, но и родителям. Потому что в этой книге есть о чём подумать и о чём поговорить с детьми. Кроме того, книга очень интересно оформлена. Вы найдёте здесь, помимо оригинальных красочных иллюстраций, также необычные шрифты. Поэтому эту книжку можно не только читать, но и изучать, рассматривать, фантазировать. Совсем недавно у нас вышла вторая книга автора. Андрес Нарь Магнесон «Ящик времени». Это также очень увлекательная история. Но, как и в первой книге, автор очень любит поднимать серьёзные вопросы и говорить с читателем, даже с ребёнком, вполне серьёзно. На самом деле, это история, в которой будущее переплетается с далёким прошлым. Спасаясь от экономической катастрофы, люди попрятались в загадочные чёрные ящики, чтобы переждать там плохие времена. В это время города заросли лесом, в супермаркетах стали бегать дикие звери, но неожиданно ящики некоторых детей начали открываться. И вот эти дети вместе с таинственной старой женщиной пытаются разгадать загадку, что же произошло с миром. Поиск ответа заставляет их обратиться к древней загадочной истории, связанной с страной Пангея и её принцессой. Книга также ставит перед нами непростые вопросы, что такое время, бывают ли хорошие и плохие времена, можно ли человеку выбирать время, в котором он живёт. Эта книга будет интересна детям постарше, с 10 до 14 лет и даже старше. А теперь я хочу представить вам уникальную книгу. Эта книга будет интересна старшеклассникам и особенно тем, кто интересуется мифологией. Эта книга называется «Рагнарёк», что на древнесканинавском языке означает «Гибель богов». Написана она датским писателем Вилли Сёрнсеном, который известные уже сюжеты старшей и младшей Эдды переложил и сделал это с чувством юмора. То есть из этой книги вы можете узнать все основные сюжеты древнесканинавской мифологии, противостояния богов и героев, все перипетии, интриги и интересные приключения. Но при этом автор подчеркивал, что эта история актуальна и в наше время. И, например, все истории, связанные с богами, имеют определенные человеческие черты. Так Один стремится к безраздельной власти. Хитрец интриган Локи искушает справедливого, но слабовольного Бальдура. Боги войны и любви также преследуют свои цели. Книга была написана довольно давно, в 1982 году. С тех пор, конечно, в мире многое изменилось. Но взаимное вражда, недоверие, разговоры о глобальной катастрофе не утихают и сегодня. И, наверное, поэтому сюжеты древнесканинавской мифологии вошли и в современную массовую культуру. Так по знаменитым комиксам Марвел были сняты фильмы Тор и Тор Рагнарёк. И, конечно, став частью вселенной супергероев, они сильно упростились и многое оказалось утеряно. Поэтому, если вы хотите пристальнее вглядеться в мир сканинавской мифологии, я искренне рекомендую вам эту книгу. Отличительной чертой первого русского издания являются аутентичные иллюстрации, созданные художником книги Андреем Ирбетом, в которых автор, используя технику коллажа, совмещая иллюстрации, фотографии, изображения средневековых гравюр, помогает читателю увидеть впечатляющую своим размахом картину мироздания именно в таком виде, в каком ее видели, представляли себе древние скандинавы. Добрый день, меня зовут Михаил Визель, я веду в Израильском доме «Городец» серию, которая называется «Ласка пресс», и которая была задумана для того, чтобы издавать красивые переводные книги, книги-альбомы, книги с картинками. И чтобы сразу понять, о чем идет речь, я покажу вам ту книгу, с которой, собственно, эта серия «Ласка пресс» началась. Эта книга, которая называется «Среди моря», ее авторы два неаполитанских архитектора, между прочим, они сообща, сделали и написали такую книгу, основанную на предположении, что они взяли контурную карту Средиземноморья и подумали, а что будет, если на месте моря будет суша, а на месте суши будет море. И вот описали этот вот остров, который, по их фантазии, получился на месте Средиземного моря. Описали его и отрисовали очень красиво, очень необычно, вот таким вот образом. Как видите, это такая книжка, которую нужно разглядывать с не меньшим удовольствием и с не меньшим интересом, чем читать. И вот этому правилу, чтобы разглядывать книжки с таким же удовольствием, как читать, мы и стараемся в отборе книг для этой серии следовать. Второй за «Среди моря» у нас вышла книга «Аячо». Это история про грустного клоуна, который был воздушным гимнастом, но у него случилась сердечная травма, он потерял любовь, и после этого он стал клоуном. Грустным клоуном, но кончилось все хорошо, потому что это цирк. Цирк — это место легенд, и место, где легенды воплощаются в реальность. Не буду долго рассказывать, вот так эта книжка выглядит. Еще такая же вот у нас вышла книга под названием «Утраченная легкость». Это тоже, это уже не легенда, это уже такая, скорее, притча про воздушную страну. Тоже был воздушный гимнаст, а стала воздушная страна. Жители которой утратили легкость, и их воздушная страна стала крениться и грозила опрокинуться на землю. И жителям этой воздушной страны, для того, чтобы вернуть исходное положение, пришлось избавляться от ненужных вещей, как ментальных, так и совершенно материальных. И вот итальянские авторы, Кристина Беллемо и Аличе Баладан, об этом написали и, повторяю, нарисовали очень такую красивую, необычную книжку, аллегорию, метафору, называй ее как хочешь. А эту книжку я с удовольствием показываю. Эта книга вовсе не итальянская, это книга белорусская. Ее написали и нарисовали две белорусские девушки, одна из которых, впрочем, живет в городе Амстердаме, от Белоруссии, находящемся на некотором отдалении. Это белорусская легенда, белорусская сказка в авторской обработке, надея Ясминской, и почему у Меши нет дома. Меши такой домовой, барабашка, тот, который живет в избе, в хате, и помогает или мешает хозяевам, в зависимости от того, как они к нему относятся. Ну, такая вот история. У этой художницы Катерины Дубовик очень такая ярко выраженная авторская рука, авторская манера. И вот она нам очень понравилась, эта авторская манера. И, надеюсь, вам она тоже понравится. А нам она только не понравилась, что мы заказали Катерине Дубовик, художнице этой книги, почему у Меши нет дома. Заказали ей уже отдельно другую книгу. Вот такую вот. Она называется «Как кузнец парового паровоз подковала». Это сказка, но сказка современная. То есть сказка, в которой действуют паровозы, кузнецы. Ее автор Сокариус Топелиус, это финско-шведский автор, живший и писавший в конце 19 века. Я сам ее, как редактор серии, как переводчик действующий, я ее адаптировал немножко, переписал более, как мне казалось, современным языком. И, главное, Катерина ее прекрасно отрисовала. Вот таким вот образом. Это два тролля, брата Берибур и Берибир. Они попытались украсть солнце, но у них ничего не вышло. А почему ничего не вышло, как говорится об этом, и книжка. А еще дальше я вам хочу показать вот такую книжку, она называется «Сон о слоне». Как видите, у нас целый такой зверинец получается. Тут и слоны, и кузнецы с троллями, и вот эта книга о слоне. Это книга такая самая нежная в нашей серии на данный момент пока что, потому что это книга из числа тех, которые читают перед сном совсем маленьким детям. А это очень важная часть литературы детской. И вот, как видите, она так вот прекрасно отрисована тоже, в ней мало слов, и те слова, которые нужно читать детям перед сном. Автор ее Сара Хури, она из сирийцев родом, из маронитов, если быть совсем точно. Но это не имеет значения, она давно живет в Италии, по-моему, даже родилась в Италии. Это итальянский автор, и, конечно, эта книга несет на себе все лучшие черты итальянского книжного дизайна, на мой взгляд, лучшего в мире, поэтому я, собственно, им и занимаюсь. А это другая крайность. Если, ну, пока что на данный момент, если эта книга «Сонослание» книга для самых маленьких детей, то это книга для детей, которые уже задумываются о том, почему мир устроен так, а не иначе. И конкретно эта книга, она называется «Мне нравится «Человек-паук» и что такого?» Это ее название такое. Она о том, как, почему в мире существуют стереотипы, в частности, гендерные стереотипы, почему считается, что мальчики должны играть с машинками и танчиками, а девочки должны ходить во всем розовом и играть только в куколки. Главная героиня этой книжки 7-летняя девочка Хлоя идет в школу, ей мама выбирает ранец, но так получилось, что ранец ей покупает не мама, а тетя ее родная. И тетя страшно удивляется, когда выясняется, что эта девочка Хлоя хочет ранец в виде человека-паука. Она так удивляется, что даже звонит своей сестре, маме этой Хлои, спрашивает, а это нормально, что твоя дочка хочет ранец в виде человека-паука. Но мама у Хлои очень такая продвинутая, современная, она говорит, а что тут такого? И вот таким образом устроена вся эта книга. В ней рассматривается какая-то ситуация, связанная с тем, что принято. И Хлоя поступает совершенно по-другому, и читатель задается вопросом, а что тут такого? Почему эти самые стереотипы такие, а не другие? Ну, как я сказал, книжка для детей, которые уже задумываются, но при этом все-таки это ее героине 7 лет, и, как видите, это книга для тех детей, мальчиков и девочек, которые только начинают читать. Здесь крупный шрифт, белая бумага. Спасибо издательству, которое настояло на том, чтобы это была белая бумага. И вот она вот такая вот книжка для первого самостоятельного чтения. И, наконец, последняя на данный момент книга в нашем обзоре, которая у нас последняя на данный момент вышла. Это книга для совсем взрослых детей, для детей вроде меня, скажем. Она называется, как видите, «Я работаю крокодилом». И русскому читателю ее предстоять очень просто. Я могу сказать только, что это приквел к истории про Чебурашку. Это история крокодила Гены до знакомства с Чебурашкой. Это история про крокодила, который живет жизнью обычного городского жителя. Он утром встает, пьет кофе, совершает свои утренние, так сказать, дела бытовые, надевает галстук и идет на работу. А работает он в зоопарке крокодилом. Ну, как, собственно говоря, и крокодил Гена поступает. Здесь есть один, как это сейчас называется, пасхалочка, да, есть один намек, позволяющий мне предположить, что авторы этой книги, Джованно Дзоболи и Мария Кьяра Ди Джорджо, два итальянских имени, они знакомы с нашей историей про Чебурашку, и это непростое совпадение. В чем эта пасхалочка, в чем этот намек заключается, я оставляю на ваше усмотрение. При внимательном чтении и разглядывании этой книги вы сами это увидите. Ну, и на этом мне остается вам пожелать хорошего чтения, хороших покупок, а лучше всего покупки совершать именно этой серии в книжном магазине «Во весь голос», который есть в магазине, собственно, нашего издательства, в котором эти книги продаются по самой выгодной для вас цене, ну и для нас тоже.